Добрый день! Сегодня расскажу, чем крашу и как крашу. Часто задаете вопрос в комментариях, какой краской я пользуюсь. Начнем с краски. Краска акриловая на водной основе. Выглядит вот так. Производитель ее Командор, краска Барбадос. В магазине уже колерованная. Выбираешь оттенок, получаешь результат. Дальше. Лак. Лак Тикурила. На водной основе, практически без запаха. Банка тоже 0,9 килограмм. Не вижу, но скорее всего, да. Дальше. По поводу краски лака. Чтобы краска всегда у вас была под рукой, не надо было распечатывать вот такие громоздкие банки. Удобно и быстро пользоваться. Наливать ее в краскопульты и аэрографы. Использую вот такую вот вещь. Тоже средство для мытья капля, но от него нам нужна только банка. Именно вот эта банка. Чем удобна банка? Значит, когда приобретаете эту краску, краска густая. И настолько густая, что через аэрографы она у вас не пойдет. То есть, ее надо будет развести. Как развести? Развести надо будет, считай, что в два раза. Чтобы развести ее, наливаем вот в такую вот банку. То есть, она пустая. Половина воды. И остальное заполняем краской. Все это дело размешиваем, разбалтываем. И получается, каждый раз у вас под рукой готовая краска. Чтобы ее налить в наш аэрограф, необходимо будет только открыть крышечку нашего аэрографа. Потому что там краска есть. И открыть крышечку здесь. В результате краска не сохнет. Вы, открывая, не мажетесь и наливаете. Советую при наливании краски в аэрограф все-таки ее цедить. То есть, это будет или металлическая мелкая ситочка, или марля. То есть, вот такая банка для краски. Очень удобно. Подписываете ее, какая краска у вас здесь находится. И она у вас все время готовая, разведенная. Не сохнет, быстро наливается в аэрограф. Сам аэрограф выглядит таким образом. Приобретал на Алиэкспресс. Цена данного аэрографа начинается от 500 рублей, заканчивается 1200. Соответственно, чем дороже, тем должно быть качественнее. Но, ребята, китайцы там тоже ушли. Значит, сопло у этого аэрографа 0,5 мм. Выполняется этим аэрографом 90% работы. Мелкие элементы, такие, допустим, как глаза, да, чтобы их раскрасить. Красится вот таким аэрографом. Тоже с Алиэкспресс. Сопло у него 0,3 мм. Цена от 1300 до 1500 рублей. Наношу лак я только при помощи краскопульта. Краскопульт выглядит следующим образом. Покупал я в местном магазине. Он только для лака. Больше ничего. Красить мы им ничего не украсим. Дальше. Очень удобно красить на турнеточке. То есть, вам не приходится брать саму копилку в руки. Это позволяет вам, так скажем, прокрашивать все места. Это очень удобно. Поверьте мне, кто красил на турнеточке, тот знает. Дальше. Как делать глаза одинаковыми? Кисточкой проблематично нарисовать один глаз симметрично другому, чтобы они были одного диаметра. Я думаю, кто рисовал глаза, тоже с этим делом сталкивается. Что делаю я в этом случае? Делаю вот такой силиконовый штамп. Девчонки, которые занимаются ногтями, они знают, как переносить при помощи штампов рисунки на ноготь. Здесь примерно та же самая технология. Это силиконовый штамп. Выполнен он из вот такого силикона. Это зуботехнический силикон. Он помягче, чем мой обычный силикон. У него твердость по шору меньше, допустим, 22, по-моему. Да, вот он называется Elite Double 22. Вот, по-моему, твердость по шору у него как раз 22. Вот из подобного силикона можно изготовить себе такой вот штамп. При помощи этого штампа, который мы погружаем в краску, и просто прислоняем этот штамп к глазу. Быстро, раз, аккуратненько, коротко, хоп, получился отпечаток. Черной краски, диаметр одинаковый. То есть, что здесь, что здесь. Нам уже не надо будет рисовать примерно одинаково, смотреть, получились, не получились. То есть, вот такой вот штамп решает эту проблему. Ну, по крайней мере, я так делаю. Дальше. Чтобы нарисовать аккуратные вот эти вот зрачки, и взгляд был более выразительный, так скажем, живой. Что необходимо сделать? Как это делаю я? Некоторые рисуют эти зрачки при помощи обратной стороны кисточки. Возможно, это удобно. Не знаю, не пробовал. Я использую другой способ. Тот же самый Dots. Тот же самые девчонки, которые рисуют ногти, они знают. Dots переводится с английского как точка. Вот на ногтях при помощи вот такого инструмента рисуют точки. Тот же самый. Погружаем в акриловую краску наш шарик, и легким движением, раз, два, получается два одинаковых... Две одинаковые белые точки. Заморачиваться тоже с этим сильно не надо. Вот все, что касается покраски. Коротко, я думаю, емко. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки. Если остаются у вас какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Ну, а я желаю удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok